Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель литературы. Сегодня мы поговорим о произведении Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Для начала необходимо сказать несколько слов о биографии писателя. Иван Сергеевич Тургенев – выдающийся писатель XIX века. Он родился в 1818 году в селе Спаская Лутовинова Орловской губернии. Отец писателя Сергея Николаевича Тургенев был дворянином, принадлежал знатному роду известному русской истории, начиная с XV века. Дядя писателя Иван Иванович Лутовинов – человек довольно жестокий, деспотичный. После его смерти готовало мнение, существовала легенда, что будто бы его призрак выходит из могилы и ищет разрыв траву. Эта легенда подробно описана Тургеневым в произведении «Бежен лук», например. Мать писателя Варвара Петровна Тургенева, урожденная Лутовинова, отличалась также жестокостью и деспотичностью, была подстать своему родственнику. Варвара Петровна Тургенева оказала значительнейшее влияние на характер, на воспитание своего сына Ивана Сергеевича Тургенева. Сам Тургенев вспоминал о своем детстве так «Мне нечем помянуть моего детства ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк. Одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розок. Когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла «Тебе об этом лучше знать, догадайся». Несмотря на свою жестокость, на свой сложный характер, мать писателя Варвара Петровна все-таки была заинтересована в том, чтобы ее дети получили хорошее образование. В 1827 году семья Тургеневых переезжает в Москву. Там для Ивана Сергеевича Тургенева, еще совсем юного, нанимают лучших московских педагогов. И к 1833 году, к моменту поступления в Московский университет, Тургенев уже хорошо разбирался в литературе, хорошо знал историю. К тому же он к этому моменту владел несколькими иностранными языками. В 1834 году Тургенев переезжает в Петербург, продолжает обучение уже в Петербургском университете. По окончанию университета в 1837 году Тургенев уезжает в Германию, в Берлин, для того, чтобы изучать философию. Но не только наукой интересует Ивана Сергеевича Тургенева. Значительное место в его жизни занимает литература. Тургенев работает над художественными произведениями, пытается войти в русскую литературу. В 1846 году ему наконец-таки это удается. В 1846 году в журнале «Современник» выходит его очерк «Хорь и Калиныч». Именно это произведение принесло Ивану Сергеевичу Тургеневу известность как писателю. В 1852 году выходит его цикл произведений записки «Охотника». «Хорь и Калиныч» это, кстати, то произведение, которое стало частью записок «Охотника». В этом же году, в 1852 году, выходит в свет его произведение «Муму и постоялый двор». Ну, должны мы отметить также и то, что Тургенев известен читателям благодаря и своим крупным произведениям, крупным эпическим произведениям. Например, благодаря роману «Рудин» накануне «Отцы и дети» это произведение вы будете изучать позже в старших классах, а также «Дым» и «Новь». Ну, а сегодня мы поговорим о произведении «Муму». Как уже было сказано, это произведение было написано в 1852 году. 1852 год – это очень важный год в жизни Ивана Сергеевича Тургенева. Как мы уже говорили, в этом году выходит сборник произведений Тургенева «Записки охотника». Цензуры и представители высшей власти раскритиковали это произведение, потому что посчитали его крамольным. Они утверждали, что Тургенев в негативном свете пытается представить существующие порядки. В этом же году 1852-м умирает Николай Васильевич Гоголь. И Тургенев пишет отклик на это событие. Однако все публикации, которые как-то касались Николая Васильевича Гоголя, в это время были запрещены, поэтому Иван Сергеевич Тургенев был отправлен в ссылку в родовое имение Спаска Лутовинова. Однако отклик на смерть Николая Васильевича Гоголя это всего лишь повод, настоящей причиной мы можем считать содержание цикла его произведений «Записки охотника». Именно в ссылке в Спаском Лутовинове Тургенев напишет свое произведение, о котором мы сегодня поговорим, произведение «Муму». Тургенев действительно критически относился к крепостному праву. Сам он писал об этом следующее. «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя. Враг этот был крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего решил бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться. Этим заветом Тургенев будет следовать на протяжении всей своей жизни». Произведение «Муму» имеет своих прототипов. Прототип – это реальный человек, облик поведения, события жизни, которого послужили авторы основой для создания образа литературного героя. Как минимум два героя этого произведения имеют своих прототипов. Прототипом барыни, героини произведения Тургенева, стала мать самого Ивана Сергеевича Тургенева, Варвара Петровна Тургенева, которая, как мы помним, отличалась жестокостью и деспотичностью. Герасим, главный герой этого произведения, также имеет прототипа. Прототипом этого героя стал дворовый мужик Андрей, который, в отличие от Герасима, был верен, предан своей барыне даже после ее смерти. Итак, поговорим о главных героях этого произведения. Центральным героем этого произведения, конечно же, является Герасим. Тургенев довольно подробно описывает образ этого героя. Из числа всей ее челяди, то есть из числа слуг, самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Итак, мы узнаем о том, что Герасим, крепостной крестьянин, который когда-то жил в деревне, и когда-то он был перевезен в город по велению барыни. Тургенев отмечает необыкновенную физическую силу этого героя. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезал упругую грудь земли. Либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивает с корней долой, либо проворно-безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Итак, мы видим, при описании Герасима Тургенев использует довольно много средств выразительности. Например, эпитеты. Эпитеты – это яркие художественные определения. Например, необычайная сила, огромные ладони, упругая грудь земли, березовый лесок, но это в большей степени, конечно, относится не к Герасиму, а торжественная важность, постоянное безмолвие и так далее. Кроме того, Тургенев использует также и сравнение. Например, как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. И гипербола. Гипербола – это художественное преувеличение. Например, так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивает с корней долой. Конечно, эти средства нужны Тургеневу для того, чтобы подчеркнуть необыкновенную физическую силу героя. Итак, мы уже сказали о том, что Герасим – это крепостной крестьянин, который привык заниматься сельскохозяйственным трудом. Однако его перевозят в город. Как же он чувствует себя в городе? Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим отца общества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деится. Скучал и недумевал, как не удумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли снивы, где сочная трава росла ему по брюхо. Взяли, поставили на вагон железной дороги. И вот, обдавая его тучное тело, то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат бог весть. Итак, мы видим, Герасим не очень уютно чувствовал себя в городе, потому что он привык к деревенскому быту, к деревенской жизни, к тяжелому труду. Работа, которую он теперь должен был выполнять в доме у барыни, казалось ему чересчур легкой. Однако это не значит, что Герасим недостаточно ответственно относился к своим обязанностям. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность, пишет Тургенев. На дворе у него никогда ни щенок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство, разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самую лошадь спихнет с места. Дрова ли примется, он колует топор, так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. Как же Герасим взаимодействует с другими людьми, которые живут в доме барыни? Со всей остальной челядью, то есть со всеми остальными слугами, Герасим находился в отношениях не то, чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких, он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, он их понимал в точности, исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок, даже петухи при нем не смели драться, а то беда. Итак, мы видим, что Герасим не то чтобы дружил с другими слугами, которые живут в доме барыни, однако он и считал их своими. Отношения у него с другими слугами были строгие, серьезные и при этом уважительные. Уважительно Герасим относился вообще к любым живым существам. Это доказывает, например, следующий фрагмент. На дворе у барыни водились тоже гуси, но гусь известна птица, важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Довольно подробно Тургенев описывает нам и жилище Герасима. Конечно, это нужно для того, чтобы мы более ярко представляли себе образ этого героя. Ему отвели над кухней коморку, он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чербанах, истинно богатырскую кровать. Сто пудов можно было положить на нее, не погнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук. В уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Итак, мы видим, что в жилище Герасима стоит такая же крепкая, надежная мебель, как и он сам. Герасим, как мы помним, довольно уважительно относится к другим слугам, относится ко всем одинаково. Однако, все-таки, к одной героине этого произведения мы видим отношение Герасима особенное. По-особенному он относится к прачке Татьяне. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал, полюбилась она ему, кротким ли выражением лица, робостью ли движений, бог его знает. Вот однажды прибиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах на крахмаленную барынину кофту. Кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть, она убернулась и так и вскрикнула. За ней стоял Герасим, глупо смеясь и ласкового мыча, протягивал он ей пряничного петушка с усальным золотом на хвосте и крыльях. Итак, мы видим Герасиму очень симпатично прачка Татьяны, и он всеми доступными ему средствами пытается свою симпатию по отношению к этой женщине выразить. Как мы видим в этом произведении, описан не только Герасим, Герасим это не единственный представитель крестьянского сословия. Здесь, в этом произведении, мы видим описание других слуг, которые живут в доме барыни. Тургенев довольно подробно описывает образ Татьяны, о котором мы уже упоминали. Татьяна это прачка в доме барыни. Тургенев подробно описывает ее кроткий смиренный нрав, рассказывает о ее тяжелой горькой судьбе. Кроме того, в этом произведении появляется капитон Климов, башмачник, пропащий человек, пропоется, и еще один герой, это Гаврила Дворецкий, который также участвует в построении сюжета этого произведения. Эти слуги, упомянутые нами, живут в доме барыни. Как же Тургенев описывает ее образ? В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. Здесь, конечно, мы видим, Тургенев использует метафору, когда описывает жизнь барыни. Когда он говорит, что день ее нерадостный, ненастный, давно прошел, он, конечно, имеет в виду молодость этой героини. Ну и вечер был чернее ночи, речь, конечно, идет о безрадостных днях старости. Как проявляет себя барыня по ходу развития сюжета? Барыня проявляет себя как деспотичная, очень властная женщина, бескомпромиссная, своенравная, героиня самодурша. Самодурство ее проявляется прежде всего в том, что она распоряжается чужими жизнями, при этом не задумываясь о том, что она может сломать чью-то судьбу. Как же она устраивает жизнь своих героев? Мы уже упоминали героя Капитона Климова, который в произведении описан как пропащий человек пропоится. Барыня решает устроить его жизнь, решает его женить на прачке Татьяне. Таким образом, она надеется, он сможет образумиться, прийти в себя и встать на путь истинный. Герасим, как мы помним, влюблен в Татьяну, поэтому известие о том, что Татьяну выдают замуж за Капитона Климова, очень ранит его. Тургенев так описывает его чувства. Целые сутки не выходил он оттуда, из своей коморки. Форейтер Антипко сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Прошел год после того, как Татьяну выдали замуж. Герасим смирился с этой утратой. Спустя год после этого печального события в жизни Герасима случилось радостное событие. на реке он однажды нашел щенка и принес этого щенка к себе домой в расчете на то, что эта собака станет ему верным другом. Как же Герасим относится к этой собаке? Он назвал ее, как мы помним, Муму, именем этой собаки, названное произведение. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Первое время она была очень слаба, тщедушна и с собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась. А месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом, в виде трубы и большими выразительными глазами. Как описывает Тургенев эту собаку? Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее? Ревновал ли он к ней? Бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод другую старую водовозку, с которой жила в большой дружбе. С важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлой лопаты, никого не подпускала к его коморке. Так мы видим Муму, собака, и Герасим стали лучшими друзьями. Однако вскоре радость Герасима сменилась на другое чувство. Эта собака Муму нравилась всем людям, которые жили в доме у барыни. Однако однажды барынь, находясь в благоприятном расположении духа, увидела эту собаку и захотела с ней поиграть. Однако собака отреагировала на появление в своей жизни барыни не слишком добродушно, не очень приветливо. Но это было вполне понятно, потому что для собаки барыня была незнакомым человеком. барыня чрезвычайно разозлилась и отдала приказание, указание, чтобы эту собаку куда-нибудь увели. Эту собаку уводят без ведома Герасима. Герасим пытается найти эту собаку, но ему это не удается. Герасим, конечно же, очень грустит по этому поводу. Тургенев описывает чувства Герасима. Тяжело вздыхая, беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасимов, вдруг почувствовал, как будто его дергают за пол. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули, сильнее прежнего. Он вскочил. Перед ним с обрывком на шею вертелось Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Так мы видим, собака Герасима Муму нашла все-таки своего хозяина, смогла выбраться оттуда, куда ее увели, очевидно, другие слуги. Герасим очень переживал, что собаку его снова могут увезти. Поэтому он решает, что теперь он будет держать Муму в своей коморке, никому ее не показывать. Однако вскоре тайна Герасима стала явной. Герасим получил указание и собственноручно избавиться от этой собаки. Прежде чем Герасим выполнит этот приказ, он отправляется вместе со своим другом в трактир, чтобы напоследок как следует ее накормить, угостить, побаловать. Муму стояла под его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками, шерсть на ней так и лоснилась, видно было, что ее недавно вычислили. Принесли Герасиму щей, он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушания. Герасим долго глядела на нее, две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз, одна упала на крутой лобик собачки, другая ващи. Он заслонил лицо своей рукой, Муму съела пол тарелки и отошла, облизываясь. Герасим отправляется позже вместе со своим другом, собакой Муму, на реку. Как мы помним, согласно сюжету, Герасим Муму утопил в реке. И это, конечно, было для него страшным событием. После того, как Герасим утопил Муму в реке, после того, как он уничтожил самое дорогое, что было в его жизни, он понял, что больше мириться с существующим порядком он не может. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою коморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, завалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несогрушимой отвагой, с отчаянной, вместе радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза, жадные, прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого встранствования на чужой стране, чужих людях. Итак, мы видим, в этом произведении Иван Сергеевич Тургенев описывает образ русского крестьянина. Русский крестьянин находится под гнетом помещиков, находится под гнетом крепостного права. Герасим описан как добрый, очень сильный и благородный человек. Однако, мы видим, судьба его трагична. Герасиму не удается обрести счастье в личной жизни. Единственного друга Герасима, собаку, его заставляют собственноручно уничтожить. Путь Герасима домой, это, конечно же, символ освобождения Герасима от существующего гнета. Итак, мы поговорили о произведении Иван Сергеевича Тургенева «Муму». На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока!